2672. Минавитостоки коллективных договоров заключены сегодня на предприятиях Гомельской области. По осудностях, это той нормативной акции, который в первую очередь обороняет социально-экономичные интересы работающих. Илья справа, что предупрежденное положение выполняется не за всюду и не всюду. Нельзя сказать, как порушения были массовыми, а то, что ситуация потребует повышенной уваги, видово, что оборона социально-экономичных интересов работающих – главная задача профсоюзов. А тому контроль сегодня ведется сразу по некаких накерунках. От организации громадских приемных до приведения мониторинга непосредственно на предприятиях. По областным объединениям профсоюзов не утоивают. С погрешением финансовых показчиков повеличивается и колькость выявленных порушений, починающих от скасования продовольженных ильгот до дня выплат и несвредчасовых выплат зарплат. Нарушение контрактных взаимоотношений, увольнение с нарушениями и так далее. Могу сказать, что только в этом году нам удалось через судебные инстанции и все прочее восстановить определенную справедливость и вернуть незаконно удержанные порядка 4,7 миллиарда рублей. Как свечусь в вынике мониторингу, довольно часто положения коллективных договоров не отповедают по требованиям действующего законодательства, а тому у Гомельским областным объединениям профсоюзов переконанным. Сегодня необходимо не только оказывать глиновым организациям методичную допомогу, но и активно распоседовать становочий опыт. Тем более, что в регионе хапает и таких предприемств, где предугледженные коллективными договорами ильготы вы решили захавать. Тут признаются, что финансовые кропки гляджения, это максимально и не вельми выгодно, а лекали думать об коллективе и о его будущем, иначе нельзя. Сегодняшние условия работы достаточно сложные, заработная плата упала, потому что работы у нас недостаточно. Считаю, что если отобрать то, что мы завоевали, это будет неправильно. Сирот ближайших приоритетов – створение профсоюзных организаций и заключение коллективных договоров на усих предприемствах Гомельской области, причем незалежно от формы властности. В этом году отповедную работу провели, например, в шергоспортивных школ региона, в финансовых отделах, некоторых райваконкаму, предприемствах «Беларусьнафтотранс» и «Химтранс». Але наибольшь складанная ситуация в этом плане на недержавных субъектах господарения. Порядка до 7 тысяч за год обращений, причем все эти обращения связаны, будем так говорить, или с нарушением, или с разным толкованием норм трудового законодательства. Поэтому не все наниматели, конечно, пытаются, так сказать, сразу бросаться в объятия и говорить, что да, нам профсоюз нужен. Олег Синтеров, Игорь Мариченко, телерадокомпания «Гомель».